Подошли мы к рассмотрению второго вопроса. Для доклада по второму вопросу приглашается Дмитрий Юрьевич Шилов, монтажник акционерное общество КБСМ Санкт-Петербург. Мой вопрос звучит так. Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов для увеличения продолжительности жизни работников. Во-первых, я хочу поприветствовать собравшихся товарищей. Рад видеть собрание. Это где приезжают люди, которые болеют душой, как говорится, за дело рабочего класса. В свете этого вопроса главной производительной силой нашего общества является рабочий класс. И борьба, которая ведется против нас, рабочих, она никогда не прекращалась, как говорил Маркс и Энглес в своем манифесте, что эта борьба носила то скрытую, то явную форму. И до недавнего момента эта борьба носила такой характер скорее скрытый. То есть, софт, ликвидация вредности на предприятиях. Ну, как бы это все такой ползучий характер носила. Вот. И нагрузка, увеличивающаяся на работников вследствие увеличения рабочего времени, количество часов, отработанных в неделю. Сейчас среднее количество часов, это 48 часов в неделю составляет. Вот. И вроде как бы люди, рабочие в основном терпят эту нагрузку. Ну, и также и врачи, и учителя, как здесь говорили, и другие профессии. Но, в первую очередь, конечно, это касается рабочих. Вот. Это давление, давление капитала, оно нарастало. Вот. И в связи с этим, вот, такой вот ползучий характер, это вот, и скрытость этого воздействия, она, ну, как-то не особо способствовала развитию рабочего движения, профсоюзного движения. Вот. Ну, и несмотря на то, что вот мы здесь собираемся, и, конечно, профсоюзы действуют и выполняют отчасти свои задачи, вот. Но, ну, не секрет, что слабо, слабо развито профсоюзное движение, рабочее движение вот в России. Ну, и факторы тоже, здесь уже говорилось это, и, в общем, разучились мы бороться, разучились, и в советское время как-то вот это, вот, упор делался действительно на какие-то там льготы, вот, значит, по путевке. Вот. Это, конечно, все, все нужно, все, все важно, все полезная работа профсоюзная, профсоюзная, но характер государства и его сущность поменялась. Вот. Теперь, теперь мы имеем диктатуру, диктатуру капиталистов. И совершенно правильно, что работа в профсоюзах не должна подменяться, подменяться, вот, выбиванием каких-то путевок. То есть, главная задача рабочего класса, отвечающая его коренным интересам, это сокращение рабочего времени до шести часов. Эта задача выверенная, правильная, научно обоснованная. То есть, и это уже было здесь сказано, об этом не раз говорилось, что сокращение рабочего времени повлечет за собой улучшение во всех сферах. То есть, это снижение вредности всех факторов воздействующих. У нас очень много рабочих мест с вредным производством, опасным производством для жизни. И нагрузка на рабочий класс растет, постоянно растет. И мы видим, что в это самое время, когда нагрузка на нас, на рабочих, прежде всего, и на всех трудящихся возрастает, правительство в лице Медведева, там, и Государственной Думы принимает закон об увеличении продолжительности трудового стажа. То есть, это, я считаю, удар настолько явный, открытый по нашей жизни, жизни и здоровью, которая заставляет задуматься каждого. Это никто не может сейчас сказать, что это не касается. То есть, это мера правительства затронула каждого работника. Я вот тоже, как рабочий, задумываюсь, что, если мне, допустим, до пенсии раньше, я думал, там, ну, сколько это, 14 лет, да, мне сейчас 46, то сейчас 19 лет. Вот, я тоже имею профзаборевание. И в каком состоянии я, ну, дойду до этого предела, да, до этого. До этого возраста, я не знаю, если еще столько мне работать, вот, но дело-то в том, что я это думаю, но я один ничего не могу сделать. Вот, и так каждый, и каждый рабочий, то есть, что, есть факторы, которые, ну, на которые мы повлиять уже не можем. То есть, это решение принято, вот, на государственном уровне. Вот это вот, вот так работает эта диктатура, да, вот, диктатура буржуазии. Вот мы видим, то есть, правительство открыто, открыто показало, что власть, власть это свою сущность, она как бы продемонстрировала, которая была скрыта до этого. Сейчас каждый, даже без всякой пропаганды, там, без марксизма, каждый человек уже начинает понимать, понимать, как бы, своим, на своей шкуре, вот, понимать это, то, что у него сейчас забирают просто жизнь, забирают. То есть, мало того, что забирают деньги, забирают средства к существованию, ухудшается здоровье, а теперь просто вопрос стал о выживании, выживании класса, рабочего класса. Вот, и я, как рабочий, конечно, обеспокоен, обеспокоен таким положением. И решить эту проблему мы сможем только коллективно. Потому что, ну, сила моя, моя сила вот в коллективе, в таких же, таких же рабочих. Вот, и мне без вас никак, товарищи рабочие, свое положение не улучшить. То есть, мне не выжить без вас. Вот так вопрос стоит. Без коллективных действий, направленных на улучшение своего положения. А улучшение своего положения – это сокращение рабочего дня. Потому что на этот фактор, то есть, мы повлиять не можем. Вот на фактор удлинения, да, продолжительности рабочего стажа. Ну, как мы можем повлиять? Выйти на площадь, как вот это делают профсоюзы, там, да, вот призывают. Вот, ну, не митинговать, а как тут. Ну, да, протест на акции, да, протест на акции. Ну, а что это протест на акции? Вот, вот мы выйдем все, да, вот, вот нас много там, будет нас там тысяча, десять тысяч. Ну, ну, таких цифр я не знаю, сколько сейчас выходит, но не выходит, да. Это, ну, это, ну, это, это просто демонстрировать, даже власть посмотрит, вот эта власть, которая это все устроила. Ну, а что они вышли, ну, как бы и пошумели там, вот, то есть, вот эта иллюзия, что мы выйдем, да, вот это топнем ногой, да, вот это власть увидит, увидит, что мы, значит, это возьмусь, мы против, да, вот мы против. Ну, и что? Ну, закон-то есть закон, закон принят, обязательно к исполнению. Ну, пошумели, как бы, вот, выплеснули свои эмоции, и все, и разошлись, разошлись по домам. Поэтому и дальше продолжается ухудшение, ухудшение жизни, здоровья. Ну, поэтому, поэтому выход у нас один товарищи. Это объединяться в профсоюзы для того, чтобы выжить и ставить, ставить задачу в коллективном договоре, вписывать, значит, требования, сокращение рабочего дня до 6 часов. Причем для этого даже не нужно, можно даже не вписывать это требование, это можно перейти явочным порядком. Вот, то есть, это можно писать другие требования, а требования о 6 часовом рабочем дне уже примет комитет. Комитет, который будет назначен, значит, фабричный комитет, вот, который принимает решение во время забастовки. То есть, ну, нужно выйти на забастовку. Эта задача очень сложная, я понимаю, у меня нет опыта, вот, забастовочной борьбы. Но есть опыт у рабочих, у наших, которые здесь есть тоже, приезжали сюда, и, может быть, и здесь присутствуют сейчас. И нам нужно решить эту задачу. Потому что без забастовки серьезных улучшений не будет. Что хочу сказать еще, ну, конечно, кроме вот такого явного такого наступления, да, на интересы рабочего класса, то есть, буржуазия и медленно, и скрыто, и открыто ухудшает, ухудшает наше положение. То есть, и сокращается, медицинское обслуживание сокращается, образование. Мы знаем, что за три года половина вузов сократилась. Это о чем вообще говорит? Что буржуазия не собирается развивать производство. У них нет такого вообще в планах. Они и так прекрасно живут. То есть, на разрушении, на деградации рабочего класса. Оказывается, можно процветать. То есть, количество миллиардеров растет. Понимаете? То есть, на разрушении можно делать это бизнес свой. Вредность не снижается. Количество опасных мест снижается. Только, может быть, в регионах, которые закрываются, где предприятия. Но если такая вредность, ну, таким, такой ценой, как бы, такая... Зачем это надо? Растет в этих регионах депрессивных, растет потребление алкоголя. Хотя статистика официальная говорит о том, что потребление алкоголя падает. Но это лукавые цифры, лукавые цифры, потому что она основана на статистике Росстата о обороте легальной продукции. А сколько выведено на нелегальный оборот? То есть, неакцизированная продукция, это... То есть, людей травят. То есть, есть цифры, что количество преступлений, совершенных в алкогольном упьянении, увеличилось чуть ли не в два раза. Вот это, ну, цифры МВД. Вот. То есть, до 40... До 440 тысяч в год увеличилось число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Это данные за 2016 год. Вот, по сравнению с 2011 годом, количество преступлений было 263. То есть, в два раза. В два раза, понимаете? Вот. Вот, пожалуйста, цифры. То есть... Ну, и, конечно, закрытие предприятия – это удар для рабочего. Если человек столько лет отдал своего здоровья, своей жизни предприятию, оно закрывается, куда он пойдет? Капиталист, он эти деньги вложит куда угодно, в любую сферу, там, и будет получать норму своего прибыли, и, как бы, это не проблема. Или вообще уедет, там, куда-нибудь, на острова, да? Вот. А мы здесь останемся у разбитого корыта, и что, и как мы будем жить, выживать. Поэтому, товарищи, вот в этот нелегкий час для рабочего класса, для рабочего движения, я считаю, что нам надо объединиться и провести это дело, сделать это. Может быть, и не сразу. Я понимаю, что эта задача непростая. И то, что там и поездки, вот эти экскурсии, там, это все тоже хорошо. Это нужно сделать. И здоровье нужно свое сохранять, там, бассейн, то, сё. И, опять же, в этой же поездке можно с людьми поговорить, там, поехать вот по путевке, да, и с людьми поговорить, там, ну, общаться так же. Потому что и на рабочем месте, и времени нет, так, в неформальной обстановке обсудить наши, наши, те же задачи. И правильно говорили тут, что мы разобщены, вот эта атомизация, что каждый вот в своем, вот этой, в своей капсуле сидит, да, и вот, и растерянный, и не знает, что делать. Но мы это знаем, мы это знаем. У нас есть вот и профсоюзы, профсоюзы, которые за интересы рабочих, вот программу составили, задачи коллективных действий. Ну, то есть, мы уже знаем, ну, то есть, нести вот эту информацию в свои коллективы, и рано или поздно, ну, деваться-то некуда. То есть, это вот единственный выход сейчас для выживания, для продления жизни, сохранения жизни. Так что, я вот пожелаю вам успехов в реализации этого проекта. Действительно, проекта сильного, такого, мощного и выражающего коренные интересы, самые коренные интересы, больше ничего не так не выражают. Это самая-самая главная задача. Давайте подумаем, как нам лучше ее реализовать, тактику выработаем. Вот для этого-то мы здесь и собрались, все. Вот. Ну, и, наверное, все, да. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, спасибо. Уважаемые товарищи, я обращаюсь, опять же, к рабочим, с решающим голосом. Кто бы хотел в прениях выступить, высказать свое мнение по этому вопросу. Потому что, если на сегодняшний день, и как это звучало от докладчика, вопрос о шестичасовом рабочем дне является коренным, и что происходит на сегодняшний день в понимании этого вопроса на производственных площадках нашей страны. Как, какой отклик рабочих идет к этому, можно сказать, лозунгу, да? Своё видение на ситуацию. Пожалуйста, прошу высказываться. Спасибо. Дмитрий Ильич, поясните, пожалуйста, как борьба за шестичасовый рабочий день улучшит, именно улучшит по пунктам, именно жизнь работника? Что от этого будет ему хорошим? Просто шесть часов работы и все? Да, спасибо большое. Я вот, может быть, так, что-то упустил в своем докладе. Ну, ключевым вопросом в развитии работника является, конечно, сокращение рабочего времени и, соответственно, увеличение свободного времени для развития. То есть мы знаем, что свободное время – это время, использованное на развитие. Ну, если человек работает по 12 часов, по-разному, 10-8 часов, тяжелый труд, то после работы уже и сил нет, и желания нет, и что-то там развиваться. Ну, устает человек просто. Вот, поэтому без сокращения рабочего времени невозможно полноценное развитие. Это, значит, во-первых, это для профсоюзной работы освободится время, которое позволит выдвигать и другие требования, улучшающие положение работников. Это доведение заработной платы до уровня стоимости. Ну, и остальные улучшения – это на рабочем месте, то есть снижение вредности. Ну, будет время, то есть будет время у работников там собраться, поговорить, вот, собрание провести. Вот, и об этом говорили и классики, и Ленин об этом говорил. Вот, мы это забыли немножко, ну, так, где-то, лет там на полвека, да. И вот пожинаем плоды, результаты того, что мы потеряли власть, рабочий класс потерял власть, потому что самое-то главное, чтобы сокращалось, ну, уничтожались классы, то есть различия, различия вот между людьми физического труда, умственного труда. Почему вот на рабочих вся нагрузка падает? Почему деградирует страна? Потому что, потому что рабочий класс деградирует, а деградирует, потому что нет времени у него, ну, у нас нет времени, нет времени на развитие. А у кого-то есть время, у кого-то оно увеличивается свободное. Вот, вот этот перекос такой, вот, в обществе, да, он приводит к деградации всего общества, всей страны. Вот, но, ну, в плане вот развития работника, то есть это его семья будет тоже приветствовать, если он, там, отец будет приходить раньше с работой, он, дети будут получать внимание больше. Конечно, это будет способствовать развитию. Можно книжку почитать и, опять же, подумать, там, как, как, чего улучшить жизнь, почитать классиков, опять же, марксизм, без которых, ну, нам не выиграть. Вот, и борьбе. Так вот, спасибо. Вопрос, вопрос. Вот, Дмитрий, добиться шестичасового рабочего дня получится только в борьбе, а борьбу надо начинать, видимо, с работы над коллективным договором, наверное. Вот интересно, у вас на предприятии, вот вы или еще кто-то, может быть, ведут работу по составлению коллективного договора такого, сигнала, за который можно было бы биться, бороться и в процессе борьбы прийти к областовке, которую уже вести в форме, по сути, введения шестичасового рабочего дня и, может быть, в кол договор включить требования о шестичасовом рабочем дня. Есть что-то такое? Ну, на данный момент у нас сейчас, насколько я знаю, коллективный договор подписан, новый, ну, это происходило без моего участия. Я знаю, что у нас, допустим, он не самый плохой договор, считается даже очень неплохим, как говорят, что у нас сокращение для женщин сделали на час, укоротили рабочий день в пятницу, то есть только для женщин. И, значит, еще, что у нас еще хорошего, провели солод, у нас вредность осталась, тоже вот это профсоюз, то есть 3-2, у нас сохранилась вредность. Вот. Ну, вот по поводу конкретно постановки вопроса о шестичасовом рабочем дне нет, этот вопрос не ставился. Ну, не знаю, может быть, в будущем, когда будет работа, значит, когда будет подписание следующего, да, коллективного договора, то есть он на 3 года подписывается, но никто не мешает начинать эту работу сейчас уже. То есть... Пока никто не начал. Ну, пока, да. Ну, ну, это, это работа, да, которая, которая нам делать. Можно вопрос? Да. Такой вопрос. Вот, что вы лично можете сделать для борьбы? Отлично вы. И второй вопрос. А вы не боитесь, что вы выступаете здесь, можете лишиться работы? У вас 3 вопрос. Ну, что у вас есть для того, чтобы не лишиться? Не лишиться? Как-то вас могут побежать там друзья, знакомые? Да, спасибо. Видеокамера тут снимает? Я понимаю, да. И я считаю, что вам работодатели мне понравились. Вот вопрос. Есть какие-то... Есть, да. Есть у меня, конечно, некоторые тоже интересы связаны. Они противоречивают. Как мы знаем, все противоречиво. Есть интересы, которые, ну, как бы, отвечают мои, то есть, совпадают с интересами класса, да, класса, рабочего класса. Есть мои какие-то интересы, которые, ну, которые мои личные, да, интересы, которые противоречат этому. Это, например, то, что я оформлен по договору. Пока я... Ну, по срочному договору год, да. Это год. В принципе, через год, ну, по окончании этого договора, мне просто могут его не продлить, и все. Поэтому, ну, сейчас вступать в какую-то там борьбу... Нет, никто не мешает работать. Это работа над коллективным договором, это работа, она не привлекает никакого внимания. Она ни к чему, как говорится, не обязывает. Ты сидишь тихонечко, пишешь, работаешь, значит, вот улучшаешь там, ну, разговариваешь с людьми, там, но на этапе подготовки ну, это как бы ну, немножко глупо выходить, как бы, да, выходить на открытую борьбу, не имея тылов крепких, там, вот, то есть, поддержки коллектива, вот, то есть, это длительно большая работа, которая, ну, не обязательно светиться, как бы, так вот, но, не то, что я здесь, на камере, я этого не боюсь, нет, ну, да, да, это, ну, как-то уже, ну, даже если узнает, там, ну, начальник, а что такого, что такого, я здесь говорю, да, ну, конечно, может, не понравится, но, ну, в конце концов, я не знаю, мало ли что, конечно, это класс капиталистов не понравится, наверное, но, это, это, как бы, вот, пусть он и подумает, как лучше, если, как улучшить производство, чтобы у людей не было таких вопросов, ну, я, не, но это, я, как бы, да, за его, за него, это самое, пусть он, там свое думает, а мы здесь думаем свое, как, как нам свои проблемы решить, но, просто, нет, я, я не боюсь, нет, ну, в конце концов, и, есть, есть и другая работа, в общем-то, это тоже, не, ну, жизнь не кончается, вот, на этом, спасибо, вопрос, да, вопрос, да, вот, я, 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 замечаю, что человек больше соглашается на переработки, притом добровольная, мотивируя себя тем, что больше заработает, а не получится и так, при 6 часов, в рабочем дне, что человек скорее пойдет на вторую работу, и тем самым повысить степень его эксплуатации. Ну, мы выступаем, прежде всего, за, за, сохранение заработной платы, чтобы заработная плата не уменьшалась, вот, то есть, это, а увеличивалась, то есть, может быть, ну, может быть, он, на какое-то время, там, да, вот, период, забастовки, вот, да, может быть, какие-то категории, вот, почасовиков, они могут потерять, да, вот, но, опять же, это, повод, повод для увеличения заработной платы, со второй роман, ну, ну, такое, такое, есть такая возможность у человека пойти на вторую работу, так, а смысл тогда сокращать рабочий день, чтобы идти на вторую работу, то есть, это увеличение, получается, увеличение рабочего дня, и уменьшение свободного времени, то есть, как бы, ну, за другие деньги, за другие деньги, но так если перерабатывать есть перерабатывать там же коэффициент идет а смысл можно можно перерабатывать на этой работе если есть возможность получать два раза там полтора два раза не вижу смысла идти на вторую работу ну не знаю но это личное дело мы это предлагаем предлагаем улучшать свое положение то есть бороться за свои свои интересы но заставить конечно мы не можем человека все как распоряжаться своим временем это это уже личное дело просто человек если осознает свой интерес кого классовый интерес что его интерес наш интересов коллективно то есть провести собрание и вот маркс говорил что вот ценность этого собрания она выше даже чем чем интереса борьбы за зарплату вот так получается что люди настолько вот проникается эта идея и ну даже не просто так скажем спасибо кто-то выступить может хотел спасибо вопрос мы больше как вопросов задачи есть все равно алексей ну вот берут в вашем союзе как это решается потому что очень много недоверия в ну я скажу я так вот особо с этим пока не 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 выдвигаясь там особо активность в союзе ну вот насчет 6 часов рабочего дня но я говорю о причинах там тоже сейчас срочный договор и то есть к конкретно ставить вот сейчас пока я не готов такие задачи на сегодняшний день вот ну конечно конечно очень важно тоже маленькие какие-то задачи решать это объединяет людей маленькие шаги да там уже общественно себя силы коллектив настолько раскола к настолько вот вот это атомизировано что любое я считаю любое объединение людей и любые действия коллективные это плюс даже пусть какие-то маленькие ну как маленькие вот у нас допустим вот с молоком была там про проблема до что качество молоко молока не удовлетворяло но молочной продукции до которые выдаются за вредность мы люди просто отказывались не брали молоко потому что невозможно его как бы это портится но не соответствующего качества вот и написали значит собрали подписи что значит типа могут отказываемся отказываемся от ну давайте компенсацию на хотя это конечно не самый лучший вариант но тем не менее возможно это дошло до кого-то вот там да как каких-то данным до начальства и поменяли то есть поменяли молоко другое другое да да хотя да ну вот да с молоком вот молоко стало лучшего качества то есть это тоже маленькая маленькая победа который тоже один да ну дает вам сила я думаю что без без борьбы без без какой-то но нашей активности до рабочих какой-то коллектива я думаю что будет только ухудшать в связи с тем что и денег нет но вы держитесь там вот это все да что на нашем ну у нас оборонная отрасль сейчас конечно заказов много вот ну то есть увеличивается нагрузка увеличивается и объемы планируемая продукция они планируется повышение но повышение зарплаты это это не дело работодателя это дело рабочего класса то есть мы же продаем рабочую силу мы продавцы ну так как с какой стати он будет повышать ну нам зарплату я не я не думаю что это президент много чего много чего сказала и про 20 миллионов рабочих мест но где они даже в проекте где где эти 20 миллионов раз уже ну на качество 2 вопрос улучшится если вот будем бороться улучшится так вот у меня тоже вопрос есть а если вам работодатель увеличит зарплату в 10 раз вы согласны на 8 часов работать ну я не знаю только из области какой-то нет нет речь идет о чем получается какое-то разделение вот мы хотим 6 часов работать мы зарплату то мы хотим получать а зарплату из чего складывается и заклада и бонус у нас в моем подразделении девушки 3 написали заявление они сейчас работают 6 часов никаких проблем нет не надо даже создавать ничего не надо но при этом реальная их зарплата она упала и с этим ничего не сделаешь вот такой фокус провернули бонус снижение так этот нужно менять законодательство вообще на на ужин я живу работодатель готов ради бога работайте 6 часов пожалуйста то есть эти требования у них я волю законодательно это не не делается за законом то есть это делать коллективными действиями я же вам говорил как получается у нас работают работники 6 часов пожалуйста никаких проблем и получают меньше долл ну получать в итоге конечно не это не знаю как в чем образ в том что в связке это должно быть шесть часов не меньше получает вы готовы в 10 раз больше получать работу те же восемь часов или это не решение данного вопроса я считаю что чиновко сплава зубы выбор решение вопроса нет с молоком удачная 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 вот это принятые день выдача и действия которые обратились написали подпись собрали отправили и там значит было принято решение не было принято решение а работники собрались не подписи собрали удалились компенсации и организовали вопрос значит по качеству акуса взяли могу и сами раздали в общем то да результат привел к тому что качество улучшилось но там там я думаю что менеджер или кто-то вот назначенный человек который занимался закупкой вот так она видимо как бы подумала что да это просто ее могут уволить наверное что и раз она такое молоко покупает и она стала покупать хорошее молоко но более лучшего качества вот но почему нет если результаты достигнуть понятия это же творческая творческая работа вообще вот работа в профсоюзе это очень такая задача гибкая и тут разные разные могут быть подходы ну да то есть каждый выполнял какие-то свои насущные до интересы защищал вопрос или выступить что что для чего живу ну вы знаете это такой вопрос я так уважаем товарищи я все-таки призываю выступить членом с решающими голосами по вопросу о 6 часовом рабочем дней дмитрий юрьевич все таки отпустить на и высказать свое мнение и что каждый сам на своем примере допустим как готов это дело осуществлять по крайней мере попытки этим опытом если он есть поделиться если этого опыта нет высказать свое опять же мнение на этот счет пожалуйста высказывайте сильно будем разбираться как как выстраивать эту стратегию как эту строить борьбу и желающий кузнецов лаим алексеевич город санкт-петербург лп технология значит ну сам доклад ну видно что рабочий человек готовил доклад он то что он знал то что он хотел сказал в общем то и все вроде правильно да нужно нужно создавать наши рабочие хорошие профсоюзы нужно чтобы эти профсоюзы работали не ложились под значит администрацию навязывали бы свои свои мнения вот единственное что я мне не понравилось тут в докладе говорилось о том что он вот вот что что толку выходить на улицу вот выйдет какая-то там кто-то там выйдет покричат значит нашим правителям и мы в общем-то до лампочки я совершенно с этим не согласен вот эти вот события которые связанные с повышением пенсионного возраста они все это кстати продемонстрировали власти они очень внимательно смотрели на отслеживали реакцию людей выйдет выйдут люди на улице не повысим пенсионный возраст не выйдут повысим вот собственно говоря так оно и случилось потому что когда выходила вот эта жалкая там самое большое две тысячи выходила окруженная омоном там в шлемах с палками в латах и так далее и люди в общем то люди просто боялись вот этих омоновцев вид какая-то жалкая горстка него подошли они бы может быть так сказать помогли и так далее вот а почему потому что таких вот организаций которые могут вытащить сейчас на улицу людей сожалению у нас сейчас нет нас нет ни профсоюзов нет ни партий таких тоже нет сила любой партии чем измеряется сила любой партии измеряется тем количеством людей которых она способна вывести на улицу правильно понимание мысли но я с ними согласен совершенно вот если бы люди бы вышли на улицу то повышение пенсионного возраста не было бы а вот между прочим профсоюзы они какие-никакие все-таки самые массовые у нас организации вот они они вообще остались в стороне вот что еще о чем еще тут говорить шестичасовом рабочем шестичасовом рабочем дне ну вот я работаю в такой конторе что там несколько человек у нас работает всего вот у нас такой период что сейчас работы нет у нас но в рабу работа есть но так и и мало вот предложили сейчас своему хозяину слушай давай я вы не 8 часов а 6 буду работать мы скажем ради бога работой 6 часов вот и все носить правда будет меньше вот когда работы много у нас вот тогда он нас напрягает во чтобы мы оставались на мы там уже договорились мы не остаемся как правило как правило не остаемся вот это его шестичасовом рабочем дне но вроде бы вроде бы все я хотел сказать смустанов алексей нижнюк с пока обороны страны я больше хотел ответить докладчиков вот некоторым когда вопросы задавали то задавали вопрос про зарплату то есть вот давай там будете работать 6 часов зарплат вас будет меньше ну почему-то я не знаю маркса не читали зарплата покупка рабочих сил правильно капиталист еще получает прибыль из за того что недоплачивает вам за ваш труд то есть основной требования получать что то что вы работаете меньше вы отнимаете капиталисты его часть стоимость которым присвоил то есть не то что вы будете меньше производить так и быть ну сейчас только но смысле это общее общая стоимость произведенного останется той же вы просто капиталиста заберете часть стоимости которым забирал себе в этом смысл отнять у него деньги которые он присваиваться и то есть мы работать можно даже четыре часа это вы будете приносить прибыль как вот есть на хороший доклад я читал михаил васильевич по моему нет не помню автор норм прибавочной стоимости россии 500 процентов вот 500 процентов то есть вы работаете в день час на себя чем-то остальное время работы на хозяина то есть два часа вы берете вот эти уже останется прибыли вот это понять они то что работе меньше запад вам будет меньше нет вы производите о том чтобы в конечном итоге забрать потом да потом забрать всю стоимость ну вот это надо сознавать а не говорить такие слова то что вот я буду работать меньше мне понисть зарплату а как понисть зарплату если вас сдает то что все равно производите больше но вот это понимать с таким вопросом на как ты не знаю я говорил совершенно ну хорошо все на счет митингов просто же вполне никого до партии у нас активно участвовали водили на митинге это справедливая россия который мы знаем к она очень прям такая коммунистическая я перечисляю кпрф мы знаем что за партии они всеми силами левый фронт удальцов который сейчас тоже очень активно агитирую за кпрф они всеми силами пытались вывести людей именно на улицу но есть один момент ни одна из этих партий не левый фронт не кпрф не справедливо россии на не ведет выяснить на работа сознательно что он перезима с рабочей партии россии рабочий путь чтобы люди осознавали свои действия зачем они выходят не против чего-то за что-то они быть понимаете они выведут на улицу выйдут толпу есть разница между толпой и организованным коллективом если берут вводит как на самом деле профсоюз свой коллектив люди знают за что они вышли и то есть и по-любому зову следующий момент эти люди опять придут вот эта толпа она вышла сегодня приключалась шум выплеснулся пар и завтра успокоен сеть телевизор я свой долг выполню то что они понимают зачем не вышли мы вышли приключали против все успокоились а цель не достигнут цели они не ставят цели вот в этом есть просто момент такой мне кажется очень важен вопрос спорный кстати вопрос дискуссионный очень это я ничего не говорю ну вот я чуть-чуть вот ополнил спасибо так военка дарился лагеря михайлович представитель российского комитета рабочих по нижегородской области значит начну сначала дорогие элегаты с решающим голосом вы сюда приехали не просто тасать в уши что-то напихать а сформировать свои отношения к тому что вы здесь делаете поэтому я считаю что как минимум каждый из вас должен сформулировать и высказать свое отношение к вопросам которые здесь обсуждаются это обязательный элемент учебы здесь мы учимся мы нарабатываем то сказать способы мы вырабатываем мнение мы вырабатываем методики знаете это вот очень важно и просто встать и сказать я полностью согласен или я не согласен это уже это уже выступление это уже важно вот поэтому я считаю что надо всем до одного так сказать встать и высказаться как по первому вопросу так и по второму и по третьему тоже так теперь непосредственно вот по 6 часов у рабочему дню значит ну начнем по порядку первое люди написали заявление работает 6 часов и что они что они что ввели 6 часовой рабочий день на предприятии они сказали платите нам половину но мы будем работать что они сделали ничего они не сделали ничего поэтому действует вопрос о том чтобы ввести 6 часов рабочий день той же как минимум с той же оплатой которая была бы за 8 часов и из чего складывается зарплата вот еще складывается зарплата вы задали вопрос еще славится еще она складывается она складывается из тарифной части и доплат правильно так кто определяет тарифную часть работодатель совершенно справедливо как можно увеличить тарифную часть никак неправда 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 докладываю у нас в условиях внешнего управления на заводе электромаш тарифы поднимались 30 процентов в год вот и как вот и как 30 процентов вот он поднимал как-то поднимал тарифы кто администрация поднимает и шансов администрация поднимает а каким образом все очень просто значит они знают что у нас порядка 20 забастовок был на заводе до этого любой момент остановим и сегодня никуда не денутся вот как прописывали так и поднимали дружи зарплаты исходные были маленькие поэтому и подъем соответственно чтобы тасать люди нормально себя чувствовали вот подъем такой был самый первый раз поднимали так давайте мы тариф не будем поднимать давайте мы поднимем премию до 40 процентов уровне не надо давайте поднимите тариф на 20 а премия ставьте 20 процентов ну давайте вроде какая разница а мы посчитали оказывается туда зарплата выросла очень заметно потому что тарифная часть 120 процентов и 20 процентов к ним уже прирост 4 процента это просто так вот кроме того что поднимается тариф потом они поняли и потом стали поднимать просто тариф так сказать не бодаясь вот значит по поводу тут вопрос задавали сохранение своего рабочего места сохранения себя на работе значит дело давние это примерно девяносто второй год в джерджинске на свидание совета рабочих города джерджинска нас пригласили с контактным сачем приходит женщина рыдает вот мы провели забастовку а потом в течение полугода нас всех забастовщиков уволили констатина человек строгий он спрашивает а после забастовки у вас что осталось на предприятии смысле морганиционно чего осталось вот он будет воском убрали забастовку все правильно а после этого чего ничего не хочу же вы хотите если вы организацию создали это было совсем другая песня и совсем другая ситуация а так вас вышел только одному и все нормально и так и будет пока не будем организованными так и будет и поэтому в колдоговорах очень важный момент у докеров первое что прописано сохранение рабочих мест там написано минимальное количество рабочих мест на таком-то как районе на районе еще были там грубо скажем 2000 докерских мест остальные их тогда пока не не интересовали потом они уже распространили свое влияние на всех вот такой момент это тоже элемент защиты я же говорю мешает думать значит поэтому борьбу надо вести навести его за грамотно а что такое шестеробочек шестичасовый рабочий день и что он дает до пойдут люди на другую работу наверно пойду то есть они при десяти часов рабочих дней вот на другую работу шести часов точно пойдут но далеко не все что такое два часа два часа это очень много и для семьи и для посещения читального зала и для театра и для все два часа это очень много даже час вот был был целиком рабочий день я например работал на северной жил с формами я успел после работы приехать домой переодеться и и успеть все на жена борисового знает посещает стабильный театр сейчас этого дурасть у людей нет вот час он уже все съедает а два часа два часа это много и внимание семье к детям прирастает очень значительно значит поэтому поводу могу сказать из ближайшего опыта значит докеры ввели режим работы строго по сменам никаких переработок ничего когда они вроде как из этого положения вышли администрации приходит без ребята дал по работе или у нас дома ждут все улик люди почини что можно жить и нормально и зарабатывать без сверхурочных вот на красном форме это рисковал что сверхурочными этому получаем зарплату жидкими деньгами вот и все так ну вроде так базовые позиции то все все спасибо гамфри викторич саров защита профсоюз защиты научный сотрудник освещательный голос я хотел бы сказать об одном вопросе тактическом который вполне становится может стать и становится нашей стратегии глава основной стратегии вот этим летом наша организация как наверное многие из присутствующих ввели такую очень активную много сего отбирающую разноплановую борьбу против пенсионной реформы вот значит это интересно и но как бы они как бы тоже может иметь смысл рассказать но сейчас не об этом вот она кстати была достаточно результативно например митинг в 2000 человек для сарова это нормально это один от пятидесяти вот но как вы знаете наша эта борьба коллективная она кончилась нашим поражением причем на мой взгляд очень серьезным поражением продемонстрированы были предательства всех политических партий предательства профсоюзов отраслевых НПР-овских вот значит несмотря на наши титанические усилия вот но в нашем городе значит предательство это самое было даже не прикрытое но сейчас не об этом значит вот наша организация вела эту борьбу летнюю против пенсионной этой реформы значит в следующем ключе значит мы против но мы за 6 часов рабочий день вот в такой связке значит вот наша позиция такая была кстати наша организация была одним из так сказать ключевых участников вот этой большого движения городского и на мой взгляд вот эта позиция ну вот выбранная тактика связать эти два вопроса она была очень удачной вот и причем что интересно в ходе этой кампании ну то есть в течение этого лета произошел некоторый перелом значит вот если до этого до пенсионной реформы значит как то так это народ относился такой 6 часовой рабочий день мы же потеряем в зарплате там да кто же пойдет у нас сил не хватит и прочее 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 да и вообще зачем это нужно мужики пить будут там по вечерам все прочее то вот в ходе вот этой кампании значит как-то на мой взгляд перед перелом наблюдается он еще такой неявный но уже вот в головах есть причем борьба против пенсионной реформы она ведь вы видели затронула очень многие слои населения значит и рабочий класс и там пролетариат и даже откровенно мелкобуржуазные самые слои и вот все ввалились в этом соку и даже вот если повнимательнее посмотреть на информационное пространство то 6 часов рабочий день он всплыл в это самое прям в топ ну или где-то там значит во всяческих сми значит это самый тема обсуждалась так не явно может быть там не откровенно там не не в топе но где-то рядом значит это начались там примеры что значит вот там в дании в какой-нибудь там давно уже работают не 8 часов значит тут же помогли нам эти немцы которые значит весной добились вот южные земли германии добились это самой коллективной борьбой вообще-то выход на 6 часов рабочий день для целых земель германских вот это и это все в нашем информационном пространстве то есть этот вопрос уже не выглядит какой-то как снятый там с марса он в практической плоскости то есть вот его начинают уже обсуждать это самое в курилках там всерьез вот всерьез а вот это вот обстановка значит с понятием пенсионного возраста на этом очень здорово способствовала как бы если вы с нами так то значит мы будем работать там до 100 лет но подвину по 6 часов вот и то есть на мой взгляд вот произошел некий такой самый переломчик в массовом коллективом общественном сознании и этим нам пользоваться вот то есть вот вопрос для нас был в пенсионную кампанию тактическим связав эти два мы против но мы за 6 часов рабочий день но вот как это показывает опыт борьбы значит надо продолжать в этом духе то есть это самое на мой взгляд произошел этот подвижка значит требование шестичасового дня должно быть для нас как бы сейчас стержневым основным и к нему подвязывать все остальные вопросы именно может на этом мы как раз вот и как я говорил в первом выступлении что значит рабочий класс дезорганизован и разделен этой пенсионной реформ унижен значит унижен до глубины души унижен разделен значит это оскорблен его способности бороться значит сведены фактически до нуля но вот значит если мы завяжем на 6 часов рабочего дня все остальные вопросы то и сделаем это наши стратегии то мне кажется будет успех то есть успех нашего дела значит конечно не надо думать что мы вот прям раз и завтра добьемся там 6 часов рабочего дня здесь тоже много иллюзий вот предлагается там коллективные договора глупость нет не пройдут коллективные договора нет это можно только всем миром всем миром добиваться всем миром значит и сейчас сейчас это может быть не получится сейчас там формироваться такой образ чтобы это самое когда мы это добьемся в общем старюсь еще раз значит я думаю что это правильное направление сделать это вопрос стратегическим и на него именно навязывание все остальные пугачёва ружина борисовна член совета союза рабочих москвой член российской мастической рабочей партии научный сотрудник я просто хочу кратенько рассказать что вот в моем институте вернее у нас центр научный клинический и у нас тоже по образцу многих научных учреждений происходила реорганизация сокращения штатов и вот на волне вот этого сокращения несмотря на то что у нас профсоюз очень трусливый скажем так и то что мы несколько раз переходили сначала за академии медицинских наук потом в российскую академию наука теперь вообще нас отдали минздраву люди в общем-то боялись особенно выступать но когда речь пошла о коренном так сказать реорганизации нашего центра было написано большое коллективное письмо не от имени профсоюза именно вот от членов научного и клинического медицинского коллектива которые ставили вопрос в общем-то только о том что необходимо сохранить такую редкую научную школу и небольшая группа три человека научных сотрудников написали о том что вообще разрушается система научно-производственная скажем так от разработки лекарства до лечения людей в клинике и отработки методик лечения для распространения вообще по россии это письмо подписали только три человека вот я в том числе вот после этого надо сказать что было принято решение о том что возглавил наш центр ученик той же школы что и человек который академик возглавлял наш центр раньше при этом прошла реорганизация с сокращением и большинство людей было переаттестовано всем была повышена зарплата в два раза но всех перевели на половинную ставку вернее скажем так повышена зарплата была больше чем в два раза а половинная ставка в результате получилась выше чем была зарплата до этого вот и как тут вот считать мы победили или мы проиграли вот мне кажется на данном этапе сейчас мы получили некоторое преимущество потому что зарплата все таки повысилась длительность рабочего дня у коллектива сократилась но какой парадокс в общем то невозможно вести научное исследование там полдня очень например в химическом подразделении где я работаю за полдня даже реакцию нормальную до конца не доведешь и люди просто сказать болея за дело лечение людей остаются сверхурочно вот но с другой стороны у них повысилась как бы сказать уверенность собственных силах и поэтому я думаю что вот это вот борьба поднятие на борьбу все таки коллективов за сокращение рабочего времени она должна носить законодательный все таки характер то есть должны люди понимать что должно решаться не в конкретном отдельном производственном подразделении в отдельной организации а что этот вопрос нужно выталкивать туда дальше что нужно требовать уже не от своих писали там и письма в общем то на президента вот в результате чего минздрав пошел как бы на попятный но вот к сожалению наш профсоюз как в этом участие не принимал так и продолжает не принимать вот и тут я положительным опытом к сожалению не могу поделиться хотя вот мой личный опыт я до этого работала в конструкторском бюро медицинском я могу сказать что вот после того как посокращали в конструкторском бюро многих осталось вот та самая борьба боязнь борьбы что остаться так сказать на бабах за воротами предприятия и очень многие вот я просто спрашивала наших коллег многие подрабатывают не потому что им нужна эта вторая работа даже ради денег а что им это психологически дает уверенность что им есть куда уйти и поэтому они смелее ведут на основном предприятии понимаете диалектика в том что с одной стороны мы боремся за сокращение рабочего времени да а с другой стороны люди в общем то хотят быть нужными востребованными о чем вот говорил товарищ кудрявцев и вот это наверное даже главнее чем борьба за сокращение рабочего времени что работа не должна быть бесцельной она должна быть востребована она должна быть признана государством и нужно добиваться уважения к своей профессии к своему предприятию к сохранению своего предприятия рабочих мест то есть на каждом вот конкретном месте бороться за сохранение и улучшение условий но вот совершенно правильно нужно участвовать в компаниях которые в общем то организуются совсем не профсоюзами профсоюз не для того чтобы устраивать политическую борьбу а профсоюз может поддерживать политические партии вот как например недавно было создано российское скажем так бюро всемирной федерации профсоюзов вот и там наряду с представителями профсоюзов до ктр фпр участвовали представители рабочих организаций в том числе союза рабочих москвы и вот когда люди говорили что нам помогло то что там в германии боролись да еще где то вот то что мы действительно все друг от друга зависимы поэтому это солидарность нам необходима не только внутри предприятия и вот это доверие солидарность она рождает сток в конкретной совершенно борьбе когда люди видят кто чего стоит на кого можно положиться и только тогда можно организовывать новые какие-то профсоюзы или какие-то новые инициативные группы рабочие ну вот так вот федерин андрей анатольевич королев рабочий я не знаю какой востребованности могут там мечтать какие-то люди в капиталистическом обществе когда они всего-навсего источник прибыли как не линии из них высасывать прибавочную стоимость и называть эту востребованность это гадиде вас советская рефлексия у некоторых людей присутствует такая в голове чего-то востребованность нужность важность эти понятия давно уже ушли их и нет помини сейчас все работают и лишь бы где или лишь бы что делать или бы получить деньги за это все всем нужна прибыль даже рабочему человеку капитализм возвращает сознание всех людей вместе общественном бытие определяет общественное сознание так вот и происходит вот потом иногда бывают такие вещи в скайпе что ничто нельзя сделать еще что-то мне кажется такие панические какие-то даже высказывания должны здесь звучать вообще никаким образом если ничего нельзя было сделать мы не собирались я всегда не приезжал я знаю точно что можно наши прадеды взяли и сделали и не сомневались в этом ни капли товарищи его спросили а боишься ты или нет я боюсь лично одного что меня как выгоняться работы просто так как шива кота какого-нибудь не за борьбу из-за своего собственного желания что и происходит каждый день помочь 10 бездействий людей порождает действие такое давление ничего больше кроме нашего собственном бездействия на нас никак не действует собственное бездействие и я как раздача газете я вижу людей которые берут газеты которые не Berлго резет у них абсолютно разные глаза разного взгляда разговора тоже разного, хотя некоторые берут, динамика есть, позитивную, конечно, в области профсоюзов создание пока сложно, я не знаю, может быть, общественное создание ещё мы как-то не созрело, или ещё что, ситуация, хотя последние события в связи с реформами пенсионными на людей, наверное, должны как-то всё-таки немного повлиять, и мы должны больше работать просто в этом направлении, не просто те, кто в рабочей партии Россия, а вообще любые люди помогать и вот разбирать эти газеты и распространять, вот, так как это и есть общественное сознание, которое рано или поздно должно всё-таки сделать скачок какой-то и перейти в узловую меру эту, перейти к каким-то активным действиям, не могут люди всё время так ухудшать, ухудшать своё положение, своим собственным бездействием, вот, так что и позитив с точки зрения есть, виден такой явный, что у нас приток новых товарищей в рабочей партии России, это очень приятно тоже, конечно, хотелось бы намного больше и быстрее, но всегда хочется жить быстрее и больше видеть единомышленников, но, к сожалению, конечно, пока ещё много ходят людей и машут рукой, и всё там, типа, но люди машут сами на себя, что твоя рука там махнула, если бы ты ей где надо махал, с газетами, учился в Красном университете, ещё где-то там, понимал бы, как это всё делается, ведь люди, когда чего-то недопонимают, как делается там это всё, повышается зарплата, уровень жизни, реальное содержание зарплат, что такое, этих понятий в голове вообще нет, у людей такой бытовой, здравый смысл начинает доминировать, ну, да, скорее всего, просто телевизор, с человеком разговариваешь, как с телевизорами, позавчера услышал мнение одного, что самый хороший был руководитель последний в России, там, Николай Второй, ну, конечно, я устал пальцы загибать этому человеку, что не дал ему Николай Второй, а дали большевики, тоже махнул рукой, телевизор в голове, что ещё, надо учиться в Красном университете, вступать в рабочую партию России и работать, я не вижу никаких здесь препятствий в этом отношении. Все технологии, они уже и опробированы, и опробованы, и нашими дедами, и прадедами. У нас опробированы многими товарищами, и боевыми бывшими профсоюзами, к сожалению, они бывшие боевые профсоюзы сейчас, потому я считаю, наши профсоюзы, и тот, кто будет организовывать, или занимается организацией, должен заниматься не просто организацией профсоюза, а её немножко как бы с партией связывать немного, потому что беспартийная организация, она вчера боевая, сегодня она уже раса и в Единой России. Мне сложно лично понять, как рабочему человеку, как представителя рабочего класса, которые вчера серьёзно и сильно с кулаками шли, воевали за свою зарплату против работы, на день на сегодня, бах, они в Единой России, в партии власти, и они к ней не имеют никакого отношения, мы понимаем, как это всё происходит, конечно, зачем и для чего, но мы должны этому препятствовать, может быть, даже заранее как-то, или люди осознавать это, и готовы быть не просто к борьбе за свою зарплату и продолжение рабочего дня, что очень важно, и без продолжения рабочего дня у нас и на борьбу время мало остаётся, но они должны осознавать, что их будут, может быть, соблазнять, тянуть куда-то, предлагать какие-то бонусы за ихнюю партийную предложенность, а если предлагают такие вещи профсоюзные, значит, это очень сильный организм, такой мощный рабочий организм, который способен влиять на работодателя, на политику вообще, как бы, надо учитывать тоже, и рекомендовать людям быть не просто борцом за свою зарплату, а как бы пытаться осознать тот момент, то, что люди могут получить свои частные 7-минутные выгоды только через решение общественных проблем, общих проблем, единых коренных каких-то вопросов, то, что объединяет всех людей абсолютно, это и свободное время, конечно, и материальные блага, без чего его нельзя вести нормально, и борьбу тоже. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Медицинский межрегиональный профсоюз действия, член партии РПР, Бобинов Григорий Вячеславович. Ну, как бы, до перерыва поднимался вопрос опять про митинги, не митинги, нужны, не нужны, хотелось бы, как у нас тут, как учеба, хотелось бы выступить по этому вопросу. Значит, мы должны понимать следующие моменты. Итак, у нас есть цель, да, вот цели, просто нужны, не нужны митинги для чего-то там, для чего они вообще нужны. Есть, допустим, цель. На основании этой цели формируются требования. Так вот, от момента предъявления требований до того, как мы достигнем цели, мы должны пройти какой-то путь. Так вот, вот эти вот все вещи, в том числе и митинги, это и являются инструментами для достижения этой цели. Вот я быстренько набросал себе на бумажке, какие еще могут быть инструменты, кроме митингов. Могут быть пикеты, забастовки, стачки, письма президенту, выступления на масс-медио, различные собрания. То есть, понимаете, конкретно стоялся вопрос, нужны ли были вот эти митинги именно для того, чтобы отменить ту реформу, которую затеяло правительство. Понимаете, когда пошла эта волна митингов, уже бестолково, они были именно для того, чтобы отменить, они были, естественно, бестолковые. Потому что мы, люди, которые участвовали в митингах, большинство не понимало, как устроена законодательная наша вот эта часть. То есть, как принимаются эти законы. То есть, на тот момент, когда прошло для нас это первое чтение, на самом деле этот закон уже внесли. Из-за его внесения уже проголосовали люди. То есть, непосредственно депутаты Единой России. Дальше второе и третье чтения, они были направлены только на то, чтобы что-то там изменить. А мы все шли и шли волной, мы против-против, давайте отменять. А чего отменять-то? Уже внесли. Понимаете весь момент? И только рабочая партия России предложила следующий вариант. У нас как было требование 6-часовой рабочий день, так это требование осталось. Но оно приобрело другие краски. То есть, если раньше мы говорили, что вот в свете того, что мы говорили раньше, и обосновывали это все, что сокращение рабочего дня, есть 6-часового рабочего дня, есть... Александр Владимирович, скажите название своей книжки, я все забываю. Это основание современного экономического развития. Извините, но просто вылетает из головы, что это основание. То есть, здесь еще и возникло и то, вот эта книжка, да, синяя, замечательная. Здесь в этом, в свете этой пенсионной реформы возникло еще дополнительно то, что это еще и сохранит жизнь рабочим. Понимаете? И получается, вот мы, например, в городе Ленинграде, я участвовал два раза в митинге. Первый раз этот митинг был по линии КПРФ. То есть, они организовали митинг там, где выступал Ленин, перед Финляндским вокзалом. Представляете, этот митинг, ну там было не очень много народа для Санкт-Петербурга, буквально 2000 человек. Там выступало примерно человек 30. И только я от нашей партии сказал о шестичасовом рабочем дне. Это настолько произвело впечатление на тех, которые там были. Мне хлопали, понимаете? Одно дело кричать там, что там Путин, Путин, долой там какой-то. А здесь люди хлопали, настолько это им затронула эта тема. Вспомнили Сталина, что он хотел там до пятичасового рабочего дня и все остальное. Все остальное. Представляете, в дальнейшем, вроде бы это оппозиционный митинг. Мы потом, именно мое выступление, не могли найти ни в одном отчетном пресс-релизе или что-то еще, которое выкладывается в интернет. То есть, я не знаю, где Сергей Викторович тогда нашел это все, но ему потребовалось очень большие усилия, чтобы найти именно мое выступление. То есть, было 30 выступающих, а именно мое выступление про шестичасовой рабочий день просто выкинули оттуда. И в нормальной записи мы не нашли. Мы нашли в какой-то покоцанной, да, получается там. У троцкистов. У троцкистов, да. Понимаете, да. То есть, второй раз я выступал с этим же, точно с тем же самым посланием, что надо сокращать до шестичасового рабочего дня. Ну, я обосновал в следующем. Я врач, я понимаю, что чтобы пенсионеру до пенсии дожить рабочему, испытывая вредности, чем меньше рабочий день, тем больше вероятность, что он доживет, потому что он меньше вредности на себя наловит за свою рабочую жизнь. Это понятно. Я выступал второй раз. Ну, когда там гоняли, может быть, еще, может, помните такой момент, когда после Навального тоже нас там прогнали с площади, заставили выйти куда-то в парке, и мы там в очень таких неприглядных условиях, этот митинг. Опять же, выступало очень много, выступали ораторы, никто не говорил про шестичасовой рабочий день. И после того, как я обосновал это уже с другой позиции, опять же, мне хлопали. Понимаете, это вызывает отклик. Как бы говорят, что мы переломили ситуацию, совершенно не переломили. Но, опять же, вопрос, почему я ходил на этот митинг и почему я там выступал? Потому что мы, рабочая партия России, решили, что мы должны использовать именно вот эту ситуацию как площадку для того, чтобы донести свою идею. Потому что, когда я донес вот эту нашу идею даже на втором митинге, между первым и вторым прошло уже два месяца, это опять воспринималось теми, кто там собрался, опять как какое-то новье. За мной потом после митинга бегали блогеры и спрашивали, где вы такое взяли? Неужели, правда, в Германии работают там 5-6 часов? И говорю, да, это все известно. Но до людей это не доходит. То есть, мы вот своим этим требованием, мы настолько революционны и настолько находимся в начале пути, что вот это надо осознать. Поэтому, еще раз говорю, есть цели. По целям формируются требования, а вот эти митинги, забастовки, собрания, которые, непонятный митинг или собрание, это все инструменты, чтобы вот этого достигнуть. И, соответственно, чертится план. Вот эта цель, вот эти требования и вот это все, ну, представляете, это все растягивается, но ничего не решается быстро. По тому же трудовому законодательству, да, чтобы полностью пройти все, ну, весь регламент от момента этого требования до заключения коллективного договора, если все-все на все согласны, должно пройти 31 день. Вот как в Трудовом кодексе написано, то, что законодательно, 31 день. И в это, конечно, митинг, опять же, для чего митинг? Митинг это вот вы собрали людей и вы чувствуете их готовность идти до чего-то. Вот она там. Либо подстегнуть их вот для какого-то, опять же, это промежуточная цель. Ну, митинг это промежуточная цель для достижения какой-то уже самой основной цели. Ну, например, на Украине, да, был, например, клич, чтобы понять, готова толпа на действия, ну, вообще безумные действия, готовы или нет. Кликнули в интернете, выходят с кастрюлями на голове. Они вышли с кастрюлями на голове, понятно. Люди доведены до полного абсурда, готовы на все самые вот эти вот решительные и необоснованные действия. Ну, понимаете, да, вот я как бы это хотел донести. Второй момент. О пропаганде шестичасового рабочего дня. Понимаете, есть пропаганда, есть агитация. Пропаганда – это вот эта книжка, о которой я говорил. Прочитайте, посмотрите, там все обосновано. И там есть моменты для агитаторов. То есть, не надо, ну, как бы все вот вываливать на человека. Есть категории людей, для которых одно – одно, другому – другому. Мамаша, она работает 8 часов, ей делают перерыв сколько, допустим, час, 9 часов на работе. Она час едет до работы, час обратно. Иногда в Москве до двух часов в один, другой конец. Она приезжает, детей не видит. Ей для чего шестичасовой рабочий день? Ну, она будет за шестичасовой рабочий день, да? Рабочий, который работает и вдыхает в себя вот эти все кислоты или же вредные. И он видит, что вот его наставник, которого он учился, ну, на 20 лет старше, вот он до пенсии не дотянул, умер. Либо вот мы его провозили на пенсию, и он умер. Для него это совершенно другой довод. Но это довод, и он будет за шестичасовой рабочий день. Третья категория, допустим, те же пенсионеры. Ну, большинство здесь молодые еще не понимают этого возраста. Но если вы спросите у своих, допустим, отцов или у кого-то деда, которые, как вы себя чувствуете в 58 лет? Да они скажут, вот, понимаете, я уже не могу, я уже просто еле дотягиваю. И ему все равно даже будут ему увеличивать эту зарплату, или не будут на это, да, с сохранением зарплаты. Ему сократить бы этот рабочий день и поменьше доходить. У него просто физиологически он не успевает даже выспаться от одного рабочего дня до другого. Чувствуете, это вот просто, я вот сразу говорю, сколько всего это поводов для того, чтобы вести агитацию. Вот они разделили категории, и видите, у каждого есть даже вот свой интерес сократить рабочий день. Театр, кино, это все понятно. Ну, это тоже понятно, и у него будет этот рабочий день. Идет пенсия, то есть, стаж идет, он меньше работает. Чувствуете, насколько это важно для рабочих? И дело далеко не в зарплате для многих, не в зарплате. Вот поэтому, еще раз подчеркну, первый момент, митинги нужны. Они нужны для того, даже чтобы люди просто задумались над этим. Потому что меня направляла моя партия именно на эти митинги для того, чтобы я озвучил эту позицию, и это было видно, понимаете? Это хорошо смотрится на роликах даже потом. На митинг, да, приходило там от силы в Питере до двух тысяч человек. Но ролики, которые и прямой эфир смотрела вся страна. И вот это вот, я считаю, вот это главное было, что мы в этом появились в медийном пространстве, и на фоне остальных выступлений мы просто смотрели в самом выигрышном свете. Горбушка Сунья Александрович, Горбник Росталь, электромонтер. Но вот хочу такое сравнение небольшое провести. Вот, значит, по поводу сокращения рабочего дня. Есть зарубежный опыт. Вот недавняя новость, может быть, кто-то слышал, а кто-то не слышал. В Новой Зеландии компания Perpetual Guardian решила провести эксперимент с 4-дневной рабочей неделей. Результаты этого эксперимента настолько поразили директора Эндрю Барнса, что он решил вести 4-дневную рабочую неделю на постоянной основе. Компания – это юридическая фирма. Значит, параллельные независимые исследования, проводимые специально приглашенными специалистами из университета Окленда и Оклендского технологического университета, показали, что уровень стресса персонала во время судебных разбирательств, ну, и юридическая фирма занимается судами, снизился с 45 до 38%. В то время как мотивация к работе сотрудников выросла с 54% до 78%, что дало прирост производительности труда в пересчете на час в среднем на 20%. Таким образом, эти 20% полностью перекрыли оплаченный выходной, в то время как уровень стресса и усталости сотрудников снизился на 7-12%. В интернете есть отчет, есть сайт, ну, на английском языке, естественно, это фирма, там все это написано, что больше 4 миллионов людей заинтересовалось этим экспериментом из 32 стран, что там все публикуют, репостят эту новость. А что у нас? А у нас в городе Электросталь, тоже совсем недавно, значит, на заводе Электросталь, выпущен приказ о введении с 1 декабря 4-х дневной рабочей недели. Но если в Новой Зеландии там зарплата сохранилась, то в нашем случае зарплата будет за 4 дня на заводе Электросталь. Или же сотрудникам предложили, что если вы хотите сохранить зарплату и, соответственно, 5-дневную рабочую неделю, то надо уволить 300 или 400 человек с завода, а там всего 4 тысячи. Вот. Ну, это такой случай, он пока, наверное, единственной мировой практике, больше новостей не слышно. Ну, и, естественно, сами сравните, что у нас происходит. У нас, естественно, никакой работодатель нигде так не делает, и мы видим, что все это наоборот происходит. Также к чему ведет уменьшение рабочего времени с сохранением заработной платы? Оно ведет к тому, что стоимость рабочей силы, она будет увеличиваться. А что такое стоимость рабочей силы? Это зарплата. И низкая зарплата – это граница применения машин. То есть, пока труд ручной физический будет стоить дешевле, чем применить высокопроизводительную машину одну, то будет использоваться этот ручной труд, потому что это объективно выгодно производителю. Вот, может быть, все видели или не видели, вот в Германии, в Европе там тротуары укладывает робот, автоматическая машина укладывает плитку на тротуары. Ну, и, соответственно, производительность там огромная, потому что с палета робот берет прям целый палет, слой, и кладет. Подготовка поверхности тоже выполняется машинами, а у нас, ну, наверное, все знают, кто у нас кладет плитку, кто готовит поверхность. Это все делается лопатами вручную. Почему? Потому что стоимость работника, который вручную кладет плитку и кидает песок лопатой, она, естественно, ниже, чем стоимость этой машины. И, естественно, такая машина – это не верх какого-то технологического прогресса, не вершина, это вполне рядовое устройство. В принципе, любой школьник, имея материалы, может такую собрать. Как бы ничего сложного, сверхъестественного, высокотехнологичного в этой машине нет. Но у нас они применяются именно только по такой, по одной причине, что ручной труд дешевле. И по поводу опасений за публичное выступление, спрашивали, опасаетесь ли вы выступать или не опасаетесь. Но вот у нас 11 человек делегатов. Они делегированы, как минимум 5 человек делегируют делегата с решающим голосом. А не многие делегаты делегированы от простсоюзной организации. То есть это люди, не каждый человек сам по себе приехал, а за этими людьми стоит коллектив. И в некоторых случаях довольно многочисленный коллектив. А есть такая поговорка, что если один человек плюнет в коллектив, то коллектив утрется. А если коллектив плюнет в одного, то он утромет. Уважаемые товарищи, кто еще хочет выступить? На самом деле просто маленькое, так сказать, такое же текстологическое, что ли, дополнение, корректировка. Да, Зиновий Дмитрий Анатольевич, плотник из Москвы, рабочая партия России. Ну вот тут говорилось по поводу 6-часового рабочего дня. И, в общем-то, так сказать, вопрос назрел. И назрел объективно, не только, так сказать, с точки зрения противодействия пенсионной реформе и повышения положительности жизни, но и с точки зрения, так сказать, объективной, производительной, даже, так сказать, западной буржуи, и то вводя у себя такие эксперименты, с ужасом обнаруживают, что как это работает, и это, оказывается, даже эффективнее и лучше получается. Вот. И единственное, что вот прозвучал здесь такой момент, что есть некоторые процессы, производственные, так сказать, рабочие моменты, которые в 6 часов не уложить, вот, например, там, по химическому реакции. Я вот как строитель хочу сказать, что вот я предыдущую смену за 6 часов там чего-то не успели доделать, я приду, я потом и их обматерю, и сам спотею, и, как бы, эффективность падает. То есть я к чему? Я хотел бы внести небольшую, так сказать, такую поправочку в формулировку, что называется, небольшую уточнить, то есть не столько за 6-часовой день, сколько за 30-часовую рабочую неделю. Потому что где-то в каких-то областях производства, может быть, действительно имеет смысл сделать 3 10-часовые смены, например. Вот. Ну, 2 15-часовые, наверное, будет, так сказать, уже... Ну, то есть это уже с физиологической точки зрения, так сказать, нехорошо, да? Ну, 10 часов, так сказать, с соответствующими перерывами и, так сказать, и так далее, я думаю, что, ну... Ну, это более реально, и действительно, как где-то в каких-то областях это, ну, просто необходимо. Здесь в хозяйстве необходимо. Вот, хотя бы, да. Так сказать, поэтому, так сказать, не, так сказать, не в коем случае не хочу, так сказать, против, так сказать, чего-то такое. Это чисто вот как в качестве уточнения. Спасибо. Я не думал выступать. Кузнецов, так, я не думал выступать, но просто хочется ответить на выступление товарища, которое я тоже не ожидал, по поводу митингов. Значит, он говорит, что, утверждает, что закон, принятый в первом чтении, он уже, так сказать, можно сказать, принят. Принят закон, тогда, когда его подписывает президент, он подпишет его, тогда закон принят. И все выступления на митингах, там, где выступала КПРФ, на митинге КПРФ я не был. Там, я в это время дежурил, но там выступал наш товарищ, и, в общем-то, судя по отзывам, которые были потом выложены в интернет, КПРФ, он имел там, так сказать, соответствующее влияние. Вот. По поводу второго митинга, да, я там был. Действительно, нас полицаи загнали куда-то там, в садик какой-то, окружили ОМОНом. Но это была такая тусовка, что мы просто использовали это как повод еще раз, чтобы выступить, чтобы нас показали в интернете, чтобы наше выступление показали в интернете, потому что наряду с этими идиот-либералами, которыми там выступали и кричали «Долой Путина!» у нас было довольно такое хорошее выступление, очень такое правильное, о том, что не бывает капитализма с человеческим лицом, и кто бы ни был главой государства при капитализме, он будет всегда выполнять то, что ему говорят те, кто его туда посадил. Вот так. Так что, вот это все, что я хотел сказать. Гордевнин Максим Владимирович, Самара. Я учусь на оператора ЧПО, практически уже работаю. Что хотел сказать. Никто же не мешает про шестичасовую рабочую неделю, если большие бригады разделить на две бригады. Одна будет приходить к восьми, вторая к десяти. У вас первая часть будет работать в шесть часов, вторая часть будет работать в шесть часов. Вы процесс можете тянуть. Бесконечно. Если вам нужно. И люди будут знать, они будут в теме. То есть, они пришли там на два часа позже, им первая часть все передала, все объяснил. То есть, это не проблема. А проблема в том, что если вы вместо пятидневной рабочей недели сделали четырехдневную рабочую неделю, у вас люди отработали и уехали на дачу. Вы знаете, я член рабочей партии России, вы знаете, у меня летом какие революционеры собираются. Человек полгода не может приехать на встречу. Почему? Он на даче. Человек за рабочий класс борется. На даче. Он в интернете 10 тельняшек порвал на себя. А вот прийти газеты раздать, да нет, он на даче. А там есть и молодые, 30 лет, 35. А, да, на даче. У кого-то от родителей досталось. И про митинг хотел рассказать очень забавно. Потому что мы на митингах приходили, мы не призывали вообще. То есть, ругались очень с большим количеством ребят в Самаре, которые говорили, нет, надо использовать все ресурсы. Если есть митинг, надо приходить на митинг, надо всех звать на митинг. Мы говорили, нет, мы на митинг звать не будем, мы пойдем там агитировать. А мы пришли активистами, там около 10 человек, раздали газеты, раздали листовки. Вы знаете, кто звонил по листовкам и газетам? Звонили люди, которые пытались возродить монархию. Звонили люди, которые говорили, что вы предлагаете делать с нашим правительством. Я говорю, да у нас мы, в общем, приходите, давайте будем бороться. Он говорит, нет, ну вы что-нибудь сделайте уже. То есть, человек позвонил, он говорит, ну вы сделайте чего-нибудь уже. Чего вы, типа, вот листовки раздали. То есть, количество отзывов, откликов с митинга, адекватных людей не было ни одного. То есть, были люди какие-то, ну вот, один доказывал, что он сам видел доказательства социальных репрессий, потому что он видел бараки с детскими кроватками, там где-то в Сибири, в лесах, в тайге. Говорю, ну ты видел репрессии, или ты видел бараки с кроватками. То есть, это неадекват. То есть, людей, которые выхлоп того, что с митингов мы можем получить адекватных людей, то есть, из того, что мы там раздали несколько тысяч газет и листовок на митингах, адекватного не было ни одного человека. Все адекватные к нам приходили через интернет после видео рабочего комитета, после видео образовательных и так далее. И какая опасность стоит. Про Майдан же уже говорили, про кастрюлю на голове. Если люди пришли на митинг вот так с улицы, то их собрать в толпу и увезти на штурм администрации с полпинка можно. А если люди пришли на митинг подготовленной профсоюзной организации с озвученными требованиями, для чего все это делается, и когда профсоюзная организация следит за тем, кто участвует, кто что говорит и так далее, это совершенно другое дело. Поэтому вот так вот говорить, нет, мы все сейчас будем поддерживать митинг КПРФ, вот КПРФ они до выборов митинговали, а сейчас... Нет, нет, я и привожу пример, что КПРФ они собирали митинги, и всех звали, да, и все говорят, что вот надо было выходить на митинги. Ну, кончились выборы. Где митинги КПРФ? Что? Все? То есть все, КПРФ теперь все устраивает. Выборы-то закончились? Поэтому... Ну, а так надо делать дело не только до выборов, а постоянно. Все, у меня все. А вопрос можно? А в споре там ведь, да, может быть, есть инструменты? Да, кстати, есть другие инструменты, которые могут хорошо привлекать внимание. А какие? Например, пикетирование, например, соцопросы. То есть можно собрать людей, провести социологические опросы и поспрашивать, кто за что хочет бороться, кто в чем хочет участвовать. Готов ли человек идти с автоматом на баррикады или с кастрюли на голове на майдан? А вот, например, там саботаж, диверсия. Саботаж, диверсия? Против кого? А зачем саботаж, если можно забастовку организовать? А это тоже, наверное, сабота? Нет. Нет, забастовка это другое. Это конституционное право каждого рабочего. Саботаж это преступление. А саботовкой право. Уважаемый товарищ Калик Валентин, сопредседатель российского комитета рабочих, мне что хотелось сказать в этом вопросе. Просто мы-то понесем потом наши доводы и убеждения. Некоторые, может, убеждения, кто-то доводы в трудовые коллективы. Я хочу просто отметить следующее, что когда этот вопрос разрабатывался, прорабатывался и поднимался, в том числе и на российском комитете рабочих, звучал первый раз, наши уважаемые консультанты к разъяснению этого вопроса потратили очень много времени. И на сегодняшний момент даже присутствующие здесь люди, не первый раз, которые, я как бы сделаю такую скидку тем, кто первый раз присутствует, они еще в своих головах даже, на мой взгляд, не совсем уяснили, что такое шестичасовой рабочий день, для чего это требование звучит и как, на наш взгляд, это вот как бы с первоисточника должно звучать. Ведь поймите правильно, что введение шестичасового рабочего дня, это не значит, ты восемь часов колотишь молотком, а стал колотить шесть часов молотком, потом бросил молоток и ушел домой. Совершенно нет. Восвобождается это время и используется это время в первую очередь для того, чтобы мы всегда могли это время потратить на свое самообразование. Какую проблему мы встречаем сегодня в трудовых коллективах? Незнание трудового кодекса. Пожалуйста, вам остается время для изучения трудового кодекса. Незнание нормативных документов, которые работают в той или иной организации. Пожалуйста, время. Время для организации профсоюзного движения. Все спрашивают, как создать. Ну, собрание собрать даже невозможно после 17 часов. Это у кого в идеале там 8-часовой рабочий день, а у кого больше. Пожалуйста, у вас остается время собирать любое собрание, ставить на этом собрании любые вопросы. Уже, значит, при переходе к 6-часовому рабочему дню понятно, что специфика производства совершенно разная у всех. И можно как-то это дело регулировать. Первый вопрос, чем стоял при введении 6-часового рабочего дня? Что количество работников будет увеличиваться на предприятии при введении 6-часового рабочего дня, а не уменьшаться. Заработная плата сохраняться должна при введении 6-часового дня и не уменьшаться. Но здесь, конечно, вопрос еще обстоит, каким образом. То есть, мы привыкли что-то получить, ничего не потеряв. На каком-то этапе введения этой работы всегда надо быть готовым к каким-то жертвам. Но, опять же, надо подумать и соизмерить, на какие жертвы мы готовы, чтобы к этому всему прийти. Не бывает такого, что вот мы ничего не положив как бы на алтарь, чего-то добились. Всегда только через борьбу, только коллективными действиями и только с понятием то конкретно, чего мы хотим добиться. Когда, извините, в коллективе будут разные у кого-то мнения, кому-то надо в театр, а кому-то на огород, а кому-то еще куда-то, это тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Когда мы действительно соберемся на собрании и озвучим, как было сказано, ту ключевую цель, к которой мы идем, может быть, тогда получится. Может быть, получится. Если мы будем действовать в этом направлении и идти правильно и грамотно. Но сегодня я констатирую факт, что на сегодняшний момент люди, которые работают на производственных предприятиях, далеки от познания Трудового кодекса, далеки от познания нормативных документов, вот хотя бы для того, чтобы этот процесс был начат и мы как-нибудь шагнули вперед, нам надо сначала справиться с этим. Для начала изучить те трудовые права и обязанности работников, которые прописаны законодательно. Ну, никогда, ну вот вы, значит, приведение примера, раз уж от часового рабочего дня пошли, да, вспомним историю. Какой был, ну, часовой рабочий день при феодальном строе. 14-16 часов. Следующее изменение, когда оно было? 11,5 часов стал рабочий день, да? Прогрессивный? Прогрессивно. Потом, благодаря февральской буржуазной революции, явочным методом был установлен 8-часовой рабочий день. И только лишь после социалистической революции он был узаконен. А мы сейчас ждем, когда, значит, министр труда и правительство включат поправку в Трудовой кодекс и узаконят нам 6-часовой рабочий день. Да не надо этого ждать. Надо выдвигать требования, идти за этим требованиям, продвигать его в жизнь. Каким образом? Да, здесь, конечно, надо структурно вести работу, как-то выстраивать какие-то планы. На сегодняшний момент я могу сказать, что не каждый в коллективе поймет, как эту работу осуществлять. Но ее пора уже осуществлять. Уже об этом много сказано. И пора в первую очередь понять, что это не бросил молоток и убежал на работу. А в первую очередь начал образовываться. После того, когда мы определенных достигнем каких-то пониманий и в юридическом смысле, и станем в голове более свободными, тогда начнет все получаться. Я считаю, что такая работа должна уже иметь свое начало. Я позже в своем вопросе расскажу, как это на предприятии именно у нас происходило. Но если есть понятие того, что это действительно коренной вопрос наш, призываю всех к этому серьезно отнести, еще раз продумать. Потому что предприятия, я говорю, из-за производственных особенностей разные. Кто-то из сельского хозяйства, кто-то в промышленности, кто-то в торговле, заняты в разных областях экономики. И везде это можно применить. Но раз западные страны применяют, причем западные страны, опять же, смотреть на советский опыт, сколько переняли у нас? А нас заставили от этого отказаться? Ну вот мы сейчас пожинаем плоды того отказа, что, ну, вольно-невольно, но от своей безграмотности, от своего незнания мы стали заложниками ситуации. Спасибо за внимание. Мазур Олег Анатольевич, консультант Российского комитета рабочих. По поводу того, что лучше, 6-часовой рабочий день и 5 дней в неделю, или другие варианты с увеличением количества часов и уменьшением количества дней. Это очень существенный момент. Дело в том, что так может договориться от того, что давайте 30 часов и одна смена. Важно, что 6 часов, потом идет развитие, идет отдых. Вот это очень важно. То есть, делать, поговаривают у нас в Министерстве труда, что вот 3 выходных, вот на 3 выходных на дачу, или еще куда-нибудь, или полеты будут совершать на самолетах, у кого денег побольше. Толку от этого для производства, для развития рабочего класса будет очень мало. Именно 6-часовой и даже меньше для тяжелых работ, надо предусматривать меньше, чем 6 часов. И 5 часов, может быть, уже есть такой практики, давно там, где идет круглосуточное производство, 6 часов это нормально, 4 смены по 6 часов. Это общеизвестно, это не какое-то открытие. То есть, это говорит о том, что когда такая интенсивная работа и круглосуточная, 6 часов уже признана совершенно нормальной физиологической нормой. То есть, именно 6 и менее часов без уменьшения заработной платы в день и не более того. Вот это очень важно и существенно понять. То, что в Австралии, то, что еще где-то, ну, они проводят эксперименты, они какую-то тенденцию стараются нащупать, но молодцы, что пытаются это делать. У нас научно разработан именно данный параметр, и его необходимо внедрять, добиваться явочным порядком, в том числе посредством определенных форм забастовок. И еще хочу напомнить себе и всем нам, наверняка некоторые помнят, что больше 100 лет прошло с того времени, как введен 8-часовой рабочий день. Прошло 4 дня после революции, после восстания, в 17-м году, и был введен декрет о 8-часовом рабочем дне. В Германии в 18-м году. Там тоже, вы знаете, были события определенные. Прошло? Сколько уже? Скоро 101 год, да? Больше 100 лет. За это время производительность труда увеличилась в десятки раз. Общественная производительность труда. Следовательно, если раньше Маркс примерно считал, что 4 часа рабочий работает как бы на себя, 4 часа на хозяина, на капиталиста, сейчас данные уже не из одного источника. Я сам считал эти данные, другие коллеги считали. Ну, кто-то считает час из 8, достаточно для того, чтобы выработать эквивалент своей заработной платы. Кто-то уже 40 минут посчитал. Я думаю, в зависимости от отрасли, могут быть цифры и до минут. Например, Невиномысский азот, это высокоавтоматизированное предприятие, это химическое предприятие, там руками не переносят, естественно, метан, и не превращают его в гранулы аммиака. Это все происходит в определенном технологическом режиме. Рабочий регулирует процесс, обеспечивает его. Просто вот так посмотрите, если фонд заработной платы вместе с начальниками составлял несколько лет назад 1 миллиард рублей. Это не так много для такого коллектива большого, учитывая, что и начальники там были. Это данных отдельных я не видел, к сожалению. А только чистые дивиденды, только чистые дивиденды, которые шли от этой дочерней компании, материнской компании, 10 миллиардов. Значит, прибыль, ну, наверняка, около 20 миллиардов до налогообложения, так? А учитывая то, что там соответствующие ценовые различные варианты применялись, я думаю, что и больше. То есть получается 1,20. Это какая часть 8-часового рабочего дня? 1,20. Это вовсе не час, да? И даже не полчаса, а меньше. То есть меньше получаса нужно, чтобы выработать эквивалент заработной платы работников невиномысского азота. Ну, не все такие предприятия высокоавтоматизированные, понятно, ввиду различных технологий. Вот. И низкая производительность труда, в принципе, в России по сравнению с мировыми достижениями. Ну, и получается, что 100 лет прошло, рабочие отрабатывают свою заработную плату за час и менее того, и все те же 8 часов. А учитывая сверхурочные, как можно бороться со сверхурочными эффективно, потребовав уменьшение рабочего дня. Да, 6 часов и никаких сверхурочных. Ну, без, если никакие чрезвычайные ситуации, конечно, нет, реально. Вот. Поэтому это просто уже необходимость введения 6-часового рабочего дня, и никакого при этом понижения заработной платы быть не может. Кроме того, это мощнейший стимул. Стимул переводится как палка, вообще-то. Которую рабов погоняли. И вот хороший стимул для капиталистов. У нас наших доморощенных капиталистов, не только доморощенных, потому что у нас капиталисты в большинстве своем, не все, конечно, они ленивы, жадны и очень хитры. И получив, по сути, бесплатно землю, получив бесплатные ресурсы и дешевую рабочую силу, возможность эксплуатировать, они особо не шевелятся в смысле развития научно-технического прогресса. Так вот, 6-часовой рабочий день будет стимулом для тех капиталистов, которые хотят все-таки получать прибавочную стоимость производства, для того, чтобы они внедряли новую технику. У них другого выхода не будет. То есть это, когда ввели 8-часовой рабочий день, многие капиталисты буквально выли от негодования, что все, сейчас разоримся. А прибыли только возросли. Потому что производство труда возросло. Одновременно может расти и заработная плата, и прибыль. Это известный совершенно факт экономический. Это прирост и производительность труда, которая опережает рост заработной платы. То есть пусть заработная плата растет на 10% реальная в год. Ну, произносит труда на 15%. Все, капиталисты будут очень довольны, и будут конкурентоспособны. И вот эта вся политика импортозамещения просто расцветет и запахнет буйным цветом. Поэтому то требование, которое сейчас есть, да, оно кажется некоторым, что это фантастическое. Но когда работали по 12 часов, фантастическим казалось переход к 10-часовому рабочему дню, а тем более к 8-часовому. Эта фантастика свершилась. И свершилось, кстати, 8-часовой рабочий день вводился и до 17-го года. Некоторые явочным порядком вводили рабочие. Вводили явочным порядком 8-часовой рабочий день, по крайней мере, после февральской революции. Рабочий контроль же был уже. Уже рабочие овладевали производством. Когда уже была советская власть. Ну, как одна из двух видов власти во время двоевласти. То есть, явочным порядком рабочие вводили 8-часовую рабочий день. Вот это пример реальный того, что необходимо делать. Спасибо. Золотов Александр Владимирович, научный консультант Российского бюджета рабочих. Уважаемые товарищи, ну вот вопрос о введении 6-часового рабочего дня без понижения зарплаты. Это вопрос, который выражает задачу, включенную в программу задачи коллективных действий. Эту программу подтверждали мы и выдвигали, если не ошибаюсь, больше 10 лет назад. Это, наверное, 11 назад. И вот мы периодически его рассматриваем. В последние годы уже на каждом заседании. И как-то он не скучнеет. Почему? А потому что что-нибудь за поворот нашей жизни? Выясняется, что это действительно ключевой вопрос, который играет новыми границами. Вот мы сейчас с пенсионной реформой. Действительно, это главное событие. Лето, политическое, экономическое. И вот возник снова, правильно ли я Фикторович говорил, что у вас вопрос о 6-часовом рабочем дня. Почему? Ну продавили реформу. Митинги, не митинги продавили, конечно. Раз они наметили это, закон ввели. И теперь что можем говорить? Ну не хочешь, если хочешь ты дожить до каких-то, до седых волос. Ну хочешь, не хочешь, ты работай меньше каждый день. Вот раньше вы не хотели 6 часов, как зарабатывать. Мы опять говорим, ну хорошо, ты будешь зарабатывать. Сколько ты будешь зарабатывать? Ну не сживешь ты до старости. До пенсии не сживешь. Вот как-то люди уже, так сказать, повернула вот эта вся ситуация на то, что речь идет о жизни, об измерении жизни. Вот поэтому теперь 6-часовой рабочий день – это главное условие сохранения и увеличения продолжительности жизни при повышении пенсионного возраста до 65-ти у мужчин и до 60-ти лет у женщин. Вот что еще можно сделать, чтобы в этих условиях жизнь не падала у рабочих? Нет, можно, конечно, сетовать и возмущаться, что же вы выбиваете народ, опять мы будем клемить. Но мы-то будем клемить, конечно, мы и будем клемить. А вот что мы можем подсказать рабочим, потому что мы-то должны помогать профсоюзы, их сторонники, рабочим сегодня уже, да, до смены власти, которая вот и не будет сменена, если все рабочие вымрут. Это мы тоже прекрасно понимаем. Так можем только одно посоветовать. Хотите сохранить свою жизнь, дольше жить, дожить до седых волос, бейтесь за 6-часовой рабочий день. Опять и опять – это теперь главное условие, в современных условиях, главное условие – обеспечение продолжительной здоровой жизни работе. Так что вот новый аргумент, о котором мы должны все время говорить. Помимо прочего, основные вещи здесь прекрасно были разорвлены со всех точек зрения, с точки зрения организации борьбы, организации семейной жизни, сохранения здоровья. Вот все это совершенно правильно. Ну и вот давайте добавим этот аргумент. Спасибо в этом смысле правительству, которое такую пенсионную реформу провело, которое поможет осознать значимость этого требования тем, кто раньше его не сознавал. Ну как добиваться реализации этого требования? Вот митинг, не митинг. Я хочу сказать, что у нас какое-то упрощенное понимание митинга, мне кажется, не историческое. А почему митинг – это только на улице? А вот сколько я знаю митингов, они сами организовывали при остановке работы. На предприятиях, значит, рабочие останавливались. Вот в 90-е годы была такая приостановка работы для того, чтобы… и что там они просто стояли? Гудели. А Дмитрий Васильевич Гошин выступал тоже, говорил, товарищи, сейчас происходит. Он что, сказать, о работе говорил? Это было рабочее собрание. Но это было рабочее собрание только в том смысле, что рабочие там были и на производстве. А повестка дня была самой, что и на есть политической. И вот на таком митинге, на такой митинг с удовольствием приходят все рабочие, и с удовольствием в нем участвуют. И не надо их куда-то тащить, какие-то закоулки под ОМОН. И на такой митинг кому-то не приходит. Потому что на улице ОМОН – это хозяин. Наши мы здесь, так сказать, не укрытие ничего. А на предприятии хозяева рабочие. Они знают, где что лежит. И в свое время Дмитрий Васильевич тогда тоже говорил, значит, если будете соваться туда, железа у нас хватит. И вот потом все думали, что хотел сказать Игошину. Я спрашиваю, что вы хотите сказать? Ну что, ну что, действительно железа много. Предприятие металлообработки тоже. Судостроение, да. Давайте такие митинги проводить. Почему? Вот я не против митинга. Ну почему мы все время на улице людей выгоняем по дубинке ОМОН? А на предприятии почему не провести митинг? Тем более, что это проводилось. Вы хотите, чтобы получалось вещение? Пожалуйста. У нас тоже было, провели, значит, приостановку работы, выступили, Гошин, а потом телевидение подъезжает, приходит и спросит, ну что там было? Мы расскажем, мы провели, если доступа нет, ну, средств массовой информации на предприятии, на самом сцеп, а если есть, так замечательно. Приходите, смотрите, это очень будет красивая такая картина. Люди в спеццовках вместе так твердо себя чувствуют и своих рабочих мест. Они хорошо там себя чувствуют очень. А если нет, ну тогда мы вам перескажем, что там было. Да и идет как-то все равно. До сведений все. Поэтому вот, если уж и говорить о митингах, не надо их только вот к этому сводить, что давайте соберем всех старушек, оглашенных, оглоумных инвалидов и вот всех вместе и пойдем на улицу. Давайте вот на предприятия митинги проводить. Кстати говоря, в советское время, в инфраструктурное время митинги проводили прежде всего на предприятиях. И так далее я еще говорил. Значит, наши враги, мишки и так далее смеются над митингованием рабочих, что сплошная митинговщина. Ну, это идет выработка новой дисциплины. Так где идет-то? В коллективе, а не на улице? А уж когда мы тут пометинговали, можем в конце концов делегировать людей, которые пойдут на улицу, и как здесь совершенно правильно говорили, пойдут организованные, знающие, сказать, кто будет выступать, следить за порядком и так далее. Поэтому вот это хорошая штука для продвижения наших идей, митинг. Но только надо понимать, что весь корень силы рабочего класса это производство. Вот и там можно пометинговать тоже. Чего же плохого? Ну и третье. Значит, вот все время, говорят, явочным порядком вводили большевики. Да. Ну вот, я думаю, что давайте сейчас тоже повторим, что это тоже стало актуальным. Явочным порядком. И не обязательно совершать революцию, чтобы вести явочным порядком. Потому что вот она уже была революцией, история-то не повторяется. Уже есть завоевание. Мы там в явочном порядке вводили, потому что закон-то никакого не было. Разрешающего не стачковать. Что, разве в 18-17 году был закон такой? Не было закона. Не регулируют. Закон-то не было такого. А вот сейчас-то уж и закон есть. И в Конституции это закреплено, и в Трудовой код закреплено. Именно потому что тогда очень активно боролись. Поэтому теперь явочным порядком можно вводить, о чем уже и говорили. В виде забастовки. То есть мы не с 6 часов воров очень бастуем, но можете их как требование вывести. Но если мы бастуем таким образом, что 6 часов работаем, а 2 часа считается у нас забастовка, а законам это не запрещено, вот тогда мы уже явочным порядком ввели. Поэтому вот мы здесь обсуждали тоже. Давайте требовать. Кому выставляют требования? Государству. Да вы увидели, что уже государства какие? Буржуазные государства какие принимают законы? Вот по пенсионной реформе это видно. И 6-часовые рабочие деньги тоже подавятся. И не только у нас. Ни в одной капиталистической стране, где неделя рабочая короткая, рабочий день короткий, нет закона. В Германии это закон какой? Там, если не знаю, 45 часов рабочий недель до сих пор. Хотя фактически рабочая неделя там 37 часов. Потому что государство допускает, чтобы на уровне предприятий это было. А на уровне закона, чтобы безо всех капиталистов не выжили это дело. Ну давайте мы пока уж не вводим и требуем прямо закона о введении 6-часового рабочего дня. Можем и требовать, конечно. А давайте вводить, в порядком не дожидаясь этого закона. Вот проводя такую забастовку. Пример это есть. Опять-таки ничего не надо изобретать. Вот докеры были. Ну хорошо, сейчас их нет. Ну хорошо нет. Но из истории современного рабочего движения этого не вычеркнешь. Мы-то знаем, что это было. Значит это осуществимо. Ну давайте делать по этому примеру. Ну и вот тогда я думаю, что жизнь рабочих будет спасена. И может быть даже станет и продолжительней. Потому что если мы введем в явочном порядке 6-часовой рабочий день, вот тогда мы можем будет менять и законы. В том числе и пенсионные. Спасибо. Кто еще хочет высказаться, товарищи, по вопросу? Дегтярев Денис Борисович, врач-индоскопист, заведующий отделением Госпиталь для ветеранов войн Санкт-Петербург. Научный консультант Российского комитета рабочих. На вчерашней конференции мы обсуждали последствия чрезмерной работы, в частности. То есть удлинение рабочего дня, удлинение длительности стажа трудового, как это сказывается, отрицательно. И приводили соответствующие цифры. Ну вот в частности для мужчин ожидаемого продолжительной жизни при рождении в России 65 и 9 десятых года. То есть тот пенсионный возраст, который установлен сейчас российским правительством, он для большинства мужчин, так сказать, живущих и родившихся, он недостижим. При нынешнем состоянии экономики, при нынешнем уровне потребления, при нынешнем уровне развития и доступности российской медицины для большинства населения. Соответственно, вопрос о сокращении трудовой нагрузки – это вопрос жизни и смерти, как сейчас уже было сказано. Но с чем мы сталкиваемся? С чем связана вот такая низкая продолжительность жизни, прежде всего, мужчин? Она связана с деструктивным поведением. То есть мы говорим сейчас о том, что удлинить продолжительность жизни нужно, что нужно уменьшить вредность на производстве, увеличить потребление за счет поднятия заработной платы. Но прежде всего я обращаюсь к рабочим, потому что они больше всего подвержены фактором риска, надо перестать убивать себя. Перестать убивать себя чрезмерным трудом, переработками, небрежным отношением к своему здоровью, которое выражается в пренебрежении элементарной техникой безопасности, пренебрежении к использованию средств индивидуальной защиты и так далее. Вот то, что приводит к таким ужасающим цифрам. Потому что по всем остальным показателям, в принципе, и по уровню затрат на здравоохранение, и по уровню дохода, продолжительность жизни у мужчин должна быть выше, расчетная. Она оказывается меньше. И что еще добавляется? Добавляются другие еще факторы. Это алкоголизация, это курение, то есть вредные привычки. Хотя здесь мы не впереди планеты всей, далеко. Но это накладывается на вредные факторы производства и на другие вещи, о которых я уже сказал. Еще я хотел обратить внимание на то, что переработки, они убивают не только непосредственно работающих, но и тех людей, которые зависят, жизнь которых зависит от работающего. Это относится прежде всего к водителям, то есть работникам транспортной сферы. Последние катастрофы с автобусами, маршрутками, происходящие из-за того, что люди засыпают за рулем, им становится плохо, они теряют сознание. От чего это происходит? От того, что элементарно люди находятся за рулем 10, 12, 24 часа без остановки, так сказать, едут. Специально мухлюя с этими тахометрами, да, пожалуйста, целая сеть фирм, которые вам с тахометром сделают все, что угодно. Для чего это делается? Это уже представляет угрозу не только для работающих, но вообще для всего общества. Любой человек, садясь в общественный транспорт, маршрутку, автобус, самолет, в самолетах, кстати, в дискаунтерах тоже там колоссальные были переработки, по 10 часов пилоты находились за штурвалом самолета. Чем это для них заканчивалось? Для них заканчивалось тем, что у 30-летних парней развивались опухоли самые разнообразные. 30 лет экологические заболевания за счет того, что он находится все время в кабине, да, и подвергается воздействию радиации солнечной на высоте. Мы как пассажиры от этого не страдаем, не успеваем просто. А если он летит 10 часов, потом отдыхает несколько часов, еще 10 часов, и так у него налет колоссальный оказывается. В итоге молодые парни, извините, лишаются репродуктивных органов, да, из-за того, что у них возникают злокачественные заболевания и другие проблемы, или просто умирают. Значит, я уж не говорю о том, что просто это приводит к ошибкам, к катастрофам, поэтому все общество находится под угрозой из-за чрезмерной продолжительности работы. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно сокращать рабочий день, нужно сокращать и рабочий день, и рабочую смену. Пример. Вот тот же самый поездной диспетчер. Работает 12 часов в смену. Одновременно он до 400 составов должен удерживать, так сказать, в поле зрения и руководить, в том числе и с опасными грузами, в том числе и с людьми, и так далее. И малейшая ошибка может привести к катастрофе. Итак, он работает 12 часов в день, в следующие сутки 12 часов в ночь, потом трое суток отдыхает. Сколько в таком режиме человек может проработать без ошибки? Поэтому здесь обязательно надо акцентировать, там, где продолжительность рабочего времени уже сокращена, да, это вредные там производства с тяжелой эмоциональной нагрузкой, надо сокращать не только общую продолжительность, но и сокращать продолжительность непрерывной смены. по ночным работам, вот в постановлении мы были, значит, что такая ночная работа? Казалось бы, это просто, так сказать, ну, дискомфорт человеку причиняя, что он ночь не поспал, и все в порядке, да, на самом деле ночной труд любой, он наносит большой вред здоровью. Недавно были опубликованы результаты исследований, касающиеся здоровья женщин, и оказалось, что если женщина работает 3 дня в неделю, 10-часовая ночная смена, риск заболеть раком молочной железы увеличивается на 80%, то есть любая ночная работа, ну, и были и другие работы, ночная работа приводит к развитию гипертонической болезни, сахарного диабета и так далее. То есть это связано с тем, что у человека нарушается нормальная работа системы гомеостаза, да, там определенный гормон не вырабатывается. Вот, поэтому все вот эти вещи нужно знать и нужно обязательно учитывать. Поэтому, да, 6-часовой это наш, так сказать, наш флаг, да, мы к этому стремимся, но надо смотреть и то, что можно сделать уже сейчас. Приведу пример. Вот сейчас в Финляндии готовится закон об облегчении увольнения сотрудников. То есть вводятся правила, которые позволяют работодателю с меньшими для себя трудностями уволить любого сотрудника. Профсоюзы на это отвечают. Каким образом? Первый шаг у них это запрещение всех сверхурочных работ. Но люди на это откликаются, они идут и перекрытие смен. То есть даже нет необходимости, извините, проводить забастовку, потому что мы знаем, какое значение сейчас имеют переработки. Но когда один человек отказывается от переработок, отказывается от сверхурочных, это воспринимается как бунт, и что с этим человеком могут расправиться. Но если это коллектив, если он действует сплоченно, да, пускай коллектив не готов провести еще полноценную забастовку. Не способен так сказать какие-то активные действия провести. И даже пусть коллективный не понимает, что коллективным договором как за него бороться. Но вот такие вещи и они как отказ от сверхурочных это может быть краткосрочная перспектива. То есть не обязательно там раз и навсегда отказаться. Но это действия, которые произведенные в нужный момент оказывают давление на нанимателя в первую очередь, да, и второе способствует сплочению, дает опыт коллективных действий. Поэтому каждый вокруг себя должен посмотреть, так сказать, поговорить с товарищами и начать действовать. Другого пути у нас нет. Есть еще желающие выступить товарищи по данному вопросу? Тогда предлагается зачитать проект восстановления. Восстановление Российского Комитета Рабочих борьба за сокращение рабочего дня до шести часов для увеличения продолжительности жизни работников. Российский Комитет Рабочих отмечает, что насаждаемое капиталистами и капиталистическим государством в России удлинение рабочего времени в форме увеличения продолжительности рабочего дня, рабочей недели, урезание оплачиваемых отпусков и повышение пенсионного возраста ведет к расхищению жизненных сил, ухудшению здоровья и преждевременной смерти работников. Борьба за сокращение рабочего дня до шести часов без понижения заработной платы стало для российских работников жизненно необходимой. Сокращение рабочего дня уменьшит трудовую нагрузку и увеличит время отдыха работников, обеспечит уменьшение воздействия вредных факторов производственной среды, позволит успешнее осуществлять коллективные действия за повышение зарплаты и улучшение условий труда. Расширит возможность дополнительного образования и повышения квалификации, создаст возможность для регулярных занятий физической культурой, будет способствовать улучшению семейной жизни, послужит освобождение от привычек, наносящих ущерб здоровью работников. Для перехода к шестичасовому рабочему дню Российский комитет рабочих рекомендует развернуть забастовочную борьбу за внедрение новой техники, повышение заработной платы до стоимости рабочей силы и сокращение рабочего дня до шести часов, используя такую форму забастовок, как уменьшение ежедневного времени работы на один-два часа. в нынешних условиях это главный способ борьбы за удлинение продолжительности жизни российских работников. Уважаемый товарищ, кто за данный проект восстановления, чтобы принять его за слово? Прошу голосовать. Сдержавшийся против единогласа. Слово предоставляется председателем мандатной комиссии для доклада. Горбушка Сергей Александрович, председатель мандатной комиссии. Значит, у нас присутствует делегатов с решающим голосом 11 человек, которые представляют такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Северо-Уральск, Саров, Королев, Электросталь, Нижний Новгород. Профессии представлены делегатами с решающим голосом. Это токарь, электрогазосварщик, электромонтеры, монтажник, радиоэлектронная аппаратура, следственная сборщика, операционная лодчик станков с ЧПУ, горный мастер. Предприятия, которые они представляют, СПК обороны страны, вся сниситут легких сплавов, АО Субр, ЛПО технология, ООО АТЭК, ОСГК, ООО Нижнеградский водоканал, Кооперация Росатом, ООО НИИ ВЕКТОР, ООО МЕРА, ООО ФСКС. Представители с совещательным голосом 13 человек присутствуют, представляют такие города, как Москву, Санкт-Петербург, Китросталь, Нижний Новгород, Уфа, Невиномыск, Всеволжск, Самара, Саров. Профессии не нужны, значит, консультанты, это три консультанты у нас товарищ Золотов, товарищ Мазур, товарищ Дегтярев, товарищ Золотов, товарищ Мазур, у нас доктора экономических наук, товарищ Золотов, профессор, товарищ Дегтярев, кандидат медицинских наук, и приглашенных у нас шесть человек. Уважаемый товарищ, с решающим голосом просьба утвердить отчет мандатной комиссии, кто за, прошу голосовать против выдержавшихся. Уважаемые товарищи, коллективные фото, пожалуйста, не расходитесь, сейчас сфотографируемся, а потом на перерыв. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ